Всем большой привет, друзья! У нас сегодня понедельник, начало новой недели, с чем я вас поздравляю! Пусть у вас неделька пройдет отлично, с хорошим настроением, чтобы она была у вас продуктивная, чтобы у вас всегда было хорошее вдохновение. Вот, как только вы с каждым утром просыпаетесь, чтобы сразу такая улыбочка была на лице, да? И 15 июня, и сегодня я тоже решила отснять вложек и подумала, что вот буду выходить сейчас в магазин за продуктами и зайду в парк, немножечко вам поснимаю наш парк. Значит, что, друзья, смотрите, тут, ну, он очень большой, да, тут надо обходить очень-очень далеко. Можно сказать, сейчас вы попали как будто в лес, но на самом деле это парк. И сейчас я вижу, что вот тут начинается уже уборка, да, что убирают, косят траву, и летом здесь должна быть красота. Но мы еще по-любому, думаю, сюда придем с вами не один раз и уже потом посмотрим. Я еще раньше, когда работала в одной конторе, мы сюда с рабочими приходили, то есть делились на несколько групп. У нас был вот, например, этот парк, у кого-то был еще другой, у третьих был третий. То есть мы так занимались чисткой нашего города, вот. Он очень большой, там есть несколько таких, вот, как бы сказать, проулочек, куда можно проходить. Есть у нас там дальше качельки, вот так издалека их видно. Если я туда буду идти, то я вам обязательно покажу. У нас так, знаете, особо, чтобы пойти, вроде город действительно немаленький, но чтобы так особо классно пойти в тишине, отснять видео, то так и не получается. Потому что куда не пойдешь, кругом одни люди. Вот, ну, а я еще так на людях все-таки стесняюсь снимать. Поэтому решила вас сюда сегодня привезти. Вот, буду так идти, знаю точно, что там мамочки гуляют с колясочками. Буду так идти и немножечко вам показывать и, в общем, рассказывать. Так что вы можете взять себе там в ручки вязание, если вы вяжете, да, и просто со мной вот послушать, прогуляться. Значит, что я хочу вам сегодня рассказать. Наверное, самое первое, это то, что у меня уже несколько дней такое чувство, что я начинаю все сначала. Все-все с самого начала. Помню, когда я только открывала свой YouTube-канал два года назад, ну, чуть-чуть больше, да. Я помню, как я переживала, как я всего этого боялась, с таким дрожащим голосом выходила. Вот, сейчас, конечно, это уже все, можно сказать, попроще, да, уже есть некоторый опыт, что ты точно, например, уже можешь себе продумать, что бы ты хотел отснять, да, что бы там людям было интересно посмотреть. Ну, все-таки, девочки, тоже есть такие мысли, как правильно отснять, да, что бы вам было действительно интересно посмотреть. Наверное, еще такая причина, почему мне так вот кажется, да, потому что сейчас упала, очень упала статистика. Я вам как-то тоже в одном из влогов об этом рассказывала. Упала статистика, упали просмотры. Так вот, такое чувство, что начинаешь все сначала, и теперь, как бы, опять, да, надо это все наверстать, надо это все догонять. Вот, поэтому так у меня складывается такое мнение. Так, тут у нас такие частные дома, там тоже люди живут. Вот, и точно так же и с Инстаграмом хочу, очень-очень хочу, я вам рассказывала, что хочу сделать себе фотозону красивую, да, чтобы можно было там, раз поставил игрушечки, сфотографировал, чтобы был у меня красивый фон. Хочу поменять, потому что в Инстаграме, ну, у меня есть несколько фотофонов, и если так вот просто пролистать очень быстро, рукой пройтись вниз моей странички, то немножко там есть такая, знаете, как сказать, разбежность, или что, ну, то есть цвета фотофонов меняются, например. Игрушки, это понятно, что они все разные, вот. Но цвет фона, хотела я бы сделать себе такой светленький, новенький, вот, чтобы это было все так красиво. То есть, и еще тоже надо уметь красиво писать посты. В общем, у меня сейчас такое в голове творится, девочки, настолько всего, прям такой каламбур, настолько всего очень много, и хочется это все осуществить. Понятное дело, что это я не смогу сделать за один день, ни за два, ни за месяц, но я буду стараться понемножечку, по чуть-чуть вот это все, работать над этим, да. И очень здорово и хорошо, что у меня есть вы, что у меня есть моя команда, моя аудитория, мои любимые зрители, моя самая дорогая поддержка, да. Вот, потому что, когда я только открывала канал, то, конечно, всего этого не было. Люди только подписывались, узнавали об этом всем, да. Вот, а так уже, можно сказать, вроде все как и с нуля, но уже с опытом и с большой командой. Вот, так что такие, девочки, у меня на сегодня дела. Я сегодня с утра еще... Так, мы проснулись, я пекла, как эти, тоненькие блины. У меня есть сливовое варенье. Кто с чаем, кто с кофе, мы покушали. И потом, что, девочки, я начала вот это все, знаете, перескладывать. Я еще не перескладывала, я только выложила на диван пряжу, ту, которую я, наверное, буду показывать самую первую, которая у меня стоит номером один, да, из моих фаворитов плюшевой пряжи. Вот, освободила я там себе местечко для фона. Уже муж открутил полочку. Я сегодня уже заказала фотофон. Вот, ну, не знаю, возможно, даже на этой неделе мне и придет. Посмотрим. Ну, я уже его заказала, очень жду. Также муж сказал, что сделаем еще красивый дополнительный свет, потому что, что ни говори, должно быть такое открытое, да, хорошее пространство для того, чтобы сделать красивые фотографии, чтобы они получались яркие, светлые. Вот. Вроде пока что, пока что там еще нечего так показывать, но все-таки я думаю, что будет свет. Муж сказал, что закажет, сделает. Вот он у меня электрик. И я думаю, что это будет большой плюс к тому, что будет хорошее освещение именно для фотозоны. Вот. Смотрите, какая у нас красота. Сейчас это все выглядит, будто в лесу. Но, девочки, это парк. Так, скамеечки тут у нас есть или лавочки. Вот там немножечко сейчас подойдем чуть-чуть ближе. Есть у нас качельки. Детки сюда приходят играть с родителями. Ну, или сами. Так что, такие дела. Что я хотела вам еще рассказать. Ну, и сейчас, конечно, в комнате у меня происходит... Начинает происходить, можно сказать, такой переворот. Потому что я буду все-таки отснимать пряжу, да. Нужно ее отснять. Потом нужно ее куда-то переложить. Пока еще даже не знаю, как я это все размещу. Потом нужно будет доставать следующую пряжу, чтобы отснять. К чему я это веду? Потому что я предложила вам, да. Если вы захотите, то я смогу отснять видео про запасы пряжи. Ну, та, которая у меня есть. Я это хочу отснять не только... Ну, не для того, чтобы там посчитать, сколько у меня этой пряжи. А для того, чтобы именно те, кто начинает вязать игрушки, чтобы они вдохновлялись. Возможно, вы узнаете еще какую-то информацию для себя, чтобы вам это видео понравилось, чтобы оно было интересное и полезное для вас. Вот. Думаю так, что, например, если я буду отснимать, и, ну, допустим, из какой-то пряжи... Хотя, наверное, я эту пряжу, ну, все цвета, можно сказать, попробовала, да. По возможности буду вам вставлять какие-то фотографии игрушек и кратенько так о них рассказывать. Вот. Надеюсь, что такое видео получится. Несколько девчонок написали, что будет интересно посмотреть, узнать. И писали в основном новички. То есть те, которым это будет нужно. Вот. Буду рассказывать, что это за пряжа. Также буду называть обязательно цвета, потому что это тоже очень-очень важно. Вот. Так что... Так что вот такие у меня сегодня планы. Но, может, я даже и еще точно не знаю. Возможно, я и не успею сегодня отснять, да, потому что я вам сейчас приду еще домой, покажу вам так издалека, что у меня творится в комнате. Также покажу вам, что я еще связала. Хотя я связала еще, ну, очень-очень мало. Вот. Вчера вроде воскресенье, но какой-то такой насыщенный день был, что уже вечером хотелось просто лечь, отдохнуть. Хотя я тоже ложилась очень поздно, вот. В мыслях сейчас очень-очень всего много. Так. Вот. Еще такое, девочки, хотела вам сказать. Да, сейчас еще приду домой, буду печь пиццу, да. Пойду сейчас, куплю колбасочку. Твердый сыр надо купить, да, чтобы хорошо пицца была, тянулась, чтобы она была вкусная. Вот. У меня есть еще что-то сладенькое надо будет сделать. Ну, девочки, походу буду уже видеть. Если будет что-то такое интересное, то я буду, ну, так немножечко подключаться к вам и рассказывать. Так, по-моему, я что-то еще хотела сказать. Возможно, я забыла. Так, птички у нас такие классные поют. Ну, девочки, это только мы с вами тут прогулялись. Вот одна аллейка, да, и тут я вот ходила, только начинала снимать. Это первая. Так можно идти по кругу. Там есть еще несколько таких красивых аллеек. Но я точно знаю, что там сидят люди, целые компании. Как-то я туда не хочу идти. Так, надо еще научиться, знаете, быть более такой, ну, относиться ко всему попроще. Но это тоже надо научиться еще. Так, кстати, девочки, всем-всем большое спасибо. Вообще огромное спасибо. Пришло очень много сообщений, что в Инстаграме, что под вчерашним видео о готовых работах, что вы так похвалили меня за мою слоняшку, за мои работы. Слоняшка получилась действительно очень такая красивая. Ну, там улыбочка ее прям вообще просто ее, знаете, красит. Спасибо всем, девочки, за то, что вы меня поддерживаете. Для меня это очень важно. Я же вам говорю, что это будет как начало нового пути. Вот такое у меня сейчас чувство. Хотя знаю, что бывает всякое, бывает разное. Бывает такое, что день на день не приходит, да. Настроение куда-то может подеваться. И если его нет, сами понимаете, очень трудно настраиваться на съемку. Очень трудно даже написать несколько слов. Бывают разные ситуации. Но вы меня поддерживаете. Вы мне пишите, что после дождя обязательно выходит солнце. Поэтому будем стараться, стараться, стараться и еще раз стараться. Так, это все, все должно быть чистое. Тут нужно все, все покосить. Так. Вот такой у нас парк. Это как раз тот парк, что возле первой школы. Вот она зеленая. Здесь вы увидите. И вот тут засвечивает, не видно. Тут как раз это церковь наша, наш храм. Я вам тоже, мы шли с вами на прогулочку. Я вам ее отснимала. Но почему-то засвечивает, не очень хорошо видно. Вот тут уже чистенько все так красивенько покосили травочку. Так. Тут у нас памятник есть. Сейчас попробую подойти поближе. Там кто-то к нам приближается. И покажу вам наш памятник еще. Так. Вы тоже, девчонки, рассказываете что-то интересное. Напишите, как вам такие влоги будут. Они вам интересные, нравятся, а не вам. Вот. Можно сказать, как проходит у меня день. Я бы старалась снимать еще почаще. Но если будете смотреть, если вам будет действительно интересно, то будем снимать. Так. И вот это наш памятник. 400 роки вместо Миколаева. Скамеечки. Чтобы вам тут еще такое интересное показать, я вижу, что, наверное, идут рабочие. Возможно, будут работать сейчас здесь. Вот. Еще так немножко тут подойду. Издалека покажу вам майданчик. Ну, у нас есть несколько таких майданчиков детских, куда можно пойти. Но говорю, что именно летом, когда на улице очень жарко, то сюда с детками приходят. Так. Тут такие маленькие домики есть. Они были еще очень-очень хорошие. Когда мои детки были маленькие, мы тоже сюда приходили. Гуляли. Так. Майданчик тоже немножечко. Траву покосили, но еще нужно будет ее, конечно, срезать. Там у нас, вот вы сейчас видите, тоже достаточно большое здание. Там есть у нас ресторан, музыка, день рождения можно, да, отмечать. Ну, любые праздники. Там дальше тоже еще парк. И там дальше еще тоже большой парк. Вот. И вот сейчас иду вот так прямо, пойду что-то куплю. Пишите, девочки, что вы готовите. Что-то новенькое, что-то вкусное. Я всегда с интересом читаю ваши комментарии. А я вот тоже иногда, знаете, ну, в принципе, частенько. Даже не иногда, а частенько. Потому что частенько очень хочется всегда что-то вкусного и сладенького к чаю. А вот то, что продают в магазинах, это печенье, это все с этой массой, неизвестно какой. Да, я вот, бывают такие случаи, что ты идешь, покупаешь там, ну, всякое. Там кто-то в гости пришел к тебе, приехал. Или ты куда собираешься, вот. Но я часто люблю что-то такое сама приготовить. Поэтому, если что-то, девочки, готовлю. И если оно удается, то стараюсь делиться в инстаграме. То есть, в сториз. Так. Позавчера я делала такой бисквитный тортик небольшой, да, просто на пробу. И заливала горячим шоколадом. Я его сделала, правда, специально таким, более жидким. Для того, чтобы бисквит можно было пропитать им. Получилось вообще очень-очень вкусно. Так. Ну, все. Я отсюда как раз буду выходить. Так что, девочки, мы с вами еще увидимся. У нас уже полвосьмого вечера. Я когда с вами немножко прогулялась, пошла в магазин, потом приготовила пиццу. Вставлю вам сюда фотографии до и после, потому что ее уже нет. Мы скушали. Получилась очень мягкая, вкусная пицца. И всем, кто сейчас кушает, всем-всем приятного аппетита. И вот немножечко... И вот немножечко еще подключаюсь к вам. Хочу показать еще немножко своего процесса, чем я сегодня еще занималась. В основном я, наверное, больше ходила туда-сюда. Что-то на кухню, что-то в комнату. Потому что, девочки, как я уже и сказала, что сейчас в голове творится, наверное, столько всего много, как у меня в самой комнате. Я вам сейчас тоже еще буду показывать. Но для начала хочу показать вам тут, чем я сегодня еще занимаюсь. Значит, я буду одевать свою куколку, вот эту новую. Что я сегодня сделала? Смотрите, связала туфельки. Они будут вот такие простые. Просто вот такие туфельки. Не знаю, как по-другому еще сказать. Связала и пришила пуговки. Получаются такие вот просто нежные, красивые, без ничего лишнего. Я еще не знаю, посмотрю, как это все будет получаться в комплекте. Возможно, что-то еще сюда я и нацеплю. Ну, посмотрим. Вот, смотрите, вот такие бантики. Есть еще там парочка. Мне Любочка такие присылала. И, как видите, они бы здорово сюда подходили. То есть, есть темно-бирюзовый цвет бантика, да, и вот такие розовые. Они такие мягенькие, прикольные. Мне нравятся. Ну, посмотрим. Возможно, я сюда это тоже буду применять. Так, дальше. На кофточку пришила пуговки. Вот такие маленькие розовые. Лариса мне присылала. Они очень классные. Тоже по цвету розовый сюда подходит. И все-таки, все-таки, все-таки я не знаю. Эти бантики. Вот еще, девочки, думаю над этим. Мне, наверное, на кофточке не хватает белого цвета. Я нашла у себя вот такую ленточную тосьму. Возьму, возможно, как-то тоже ее красивенько присобираю и сюда сделаю, как воротничок. Ну, пока приготовила. Дальше посмотрим. Так, что еще я делала? Юбочку. Слушайте, она получается прям такая очень-очень действительно большая, пышная. Она не длинная, она короткая, но она по объему будет прям такая очень пышная. Так, что я сделала? Юбочку я заканчивала еще вчера. Закончила, да. И сегодня отметила себе, вот отрезала фатин. Я его сложила в два сложения. И сюда пришиваю. В общем, это, я, наверное, два часа буду пришивать. Я точно еще не знаю, но это очень долго пришивается, потому что все делаешь вручную, да. Если бы на машинке вот так, джик, раз, проехался и все. Но сижу, пришиваю. Тут я еще в серединку буду вставлять резиночку спантекс. Вот у меня есть такая светло-светло-бледно-фиолетовая и розовая. Она на самом деле розовая. Я не знаю почему, показывает красные. Вот. Так что буду пришивать еще фатин. Когда вот буду садиться монтировать этот блок, буду пришивать фатин к юбочке. Я думаю, что это получится прям вообще. Настоящее такое солнышко. По всему, по всему объему. Посмотрим, девочки, вместе, что же у меня получится. Вот. Такая красота будет. И это все, что я сегодня делала. Все. Больше я ничего, то есть, не вязала. Дальше. Сейчас вам покажу. Вот так еще немножко тут свою комнату. Да. Что у меня творится. Кстати, девочки, вот. Вот это место, где я планирую сделать свою фото-зону. То есть, это будет у меня такая... Можно сказать, такой, как боксик. Да. Значит, фон я заказала. Я вам об этом рассказывала. И вот, девочки, думаем еще над этим, чтобы красиво... Ну, тут даже не слово красиво. А я хочу сделать прям все чисто белым таким, чтобы вот... Ну, тут, понятно, будет стоять фон белый. Это не будет вот эта часть коричневая, да. Вот, муж сверху сказал, что сделает мне свет. Посмотрим еще. Он еще тоже ищет. Сидит сегодня практически весь день. Ищет мне этот свет, который хорошо бы сюда подходил. И по размеру, и так, чтобы по электрике это тоже все подходило. Вот. И будет у меня вот такая фотозона. То есть, тут будет тоже фончик. Вот, возможно, если мне не удастся что-то такое найти, чтобы по этой стороне тоже... Ну, это белая штука, но все равно, девочки, хотелось бы еще белее, да. Если я тут со временем ничего не придумаю, именно вот по уголочкам, да, не найду, то вот тут крепилась полочка, мы ее убрали, да. Ну, возможно, что-то нацеплю. Ну, посмотрим. То есть, вот такая часть. То, что будет, девочки, вот с вами делюсь, как это все должно смотреться. Но пока что вот так. А дальше мы с вами уже посмотрим. Вот. Очень я жду этот фотофон. Вообще, очень-очень хочу это все сделать красивенько. Так. Вот так. Чуть-чуть вниз. Смотрите. Вот, я не знаю, девочки, вроде столько и видео есть разных на моем канале, да, что делать с остатками, но они, потому что вяжешь каждый день, всегда рождаются какие-то игрушки, и эти остатки, они бесконечные. Они у меня собираются и еще по-любому будут. Надо будет еще придумать что-то, куда можно использовать остаточки. Вот, хотя таких малышей, вот такие штучки, можно навязать очень много. Вот, видите, на такую погремушечку у меня есть мастер-класс на канале. Вот. Ну, а эти, это мои малыши-пухляши. Вот там и шутки сидят, попрятались. Вот, мастер-класс на них есть. Так, и, как видите, посмотрите, что у меня творится. Ну, девочки, я хочу сказать, что это не все. И также хочу сказать, что вроде так много, да. Но, если так разобраться, это пряжа, в основном тут Гималайя Долфин Бэби, и там 100 грамм 120 метров. Если так разобраться, так как я вяжу большие игрушки, то по 3-4 моточка вот так уходит, да, легко на большую игрушечку уходит. Два на такую среднюю. Так что, если так взять, сесть, то они очень быстро бы разошлись. Вот, конечно, я с каждым разом, когда веду свой канал, всегда старалась понемножечку, по чуть-чуть себе подкупать пряжу. Так что, пока что это все лежит на диване. Я буду снимать видео о запасах пряжи, да, я вам рассказывала. И потом я буду это куда-то складывать. Говорю куда-то, потому что еще даже не знаю куда. Вот, тут у меня вот эти полочки есть угловые, да. Я понятия не имею, куда я это все буду ложить, честное слово. Не знаю, надо будет что-то мне придумать. Вот, и вроде уже бы, да, сложила все. То есть, нет проблем, быстренько все бы поскладывала. Но, девочки, нужно отснять, поэтому будет все так лежать. Вот. Там мои детки сидят. Сидят. Так. Слоняшка моя. Вот, смотрите, как машет вам ручкой. Вот, подушечка. На подушечку есть мастер-класс на канале Кирочка моя и Кирюша. Так что, такие у меня на сегодня были дела. Я вроде вам так кратко все рассказала. Вы тоже, девчонки, пишите комментарии. Как там у вас в вашем рукодельном уголочке, в вашей рукодельной комнате. Насколько вы любите перестановочки. Насколько часто вы их делаете. Вот, тоже рассказывайте, делитесь, сколько у вас есть пряжи, чтобы вы хотели из нее повязать. В общем, все-все, пишите. Я всегда жду. На сегодня с вами прощаюсь. Пойду еще сейчас готовить ужин. И потом дальше буду доделывать свою юбочку. Всем хорошего вечера и пока!